Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Injustice, и наконец-таки я, наконец-таки я зашел в испытание, ой, в испытание в бои по сети, бои по сети, и решил поиграть, наконец-таки, в боях по сети, потому что 100 лет этого уже не делал, реально 100 лет, так как, блин, последнее время выходили либо по копенинге, либо испытания, либо там, ну, что там еще выходило, теории, да, а обычных боев не было. Я выбрал трех персонажей, новых трех персонажей, это линейка Рыцаря Архема, и здесь, в принципе, три перса, самых желанных, многие хотят получить, мне они выпали в одном по копенинге, в первом паке выпал был Бэтмен и Харли Куин, и во втором паке Рыцаря Архема сам выпал, это, конечно, очень круто, в общем-то, я решил ими поиграть, а не только первого уровня, потому что прокачать их, по-моему, если я не ошибаюсь, невозможно. Доступен в наборах, в наборах усиления, доступен в наборах усиления и, да, доступен в наборах усиления, поэтому... А, ли это улучшение? Ну да, все правильно. Прокачать их за 300 тысяч монет невозможно, там, или за 390, как кто-то писал, что, типа, этих персов можно и так прокачать. Нет, ребят, просто так их не прокачаешь. Поэтому, что ж, нажимаем найти противников, ну и выбираем, естественно, последнюю битву и пробуем сейчас играть этими хиленькими персами, но со временем они будут в любом случае прокачиваться. И сегодня, я вас уверяю, мы точно оценим суперудары первого и второго уровня. До третьего навряд ли дойдем, потому что там нужен 20-й левел. Набить его так быстро у меня, к сожалению, не получится. Что ж, Супермен Тюрьма, Дестрог Сопротивления, Синестра. Ну, персы, как вам сказать, обычные. Персы обычные, ничего в них такого нет, чтобы можно было бы каким-нибудь образом проиграть, скажем так. Нет, такого не будет, сейчас мы по-быстренькому вырубим каждого персонажа и, естественно, сумеем победить. Что ж, игра тем временем загрузилась. Ну, и, конечно, первым делом я хочу Рульцариархом испытать, потому что, ну, блин, это просто, наверное, бомба. Ах, нет, меня положила эта бомба. Отлично. Ну, блин, он как... Я не знаю. Честно говоря, не знаю, кто тут. Наверное... А, вот, 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 вот. Он похож чем-то на Ирона Блэка из, из этого, так, это суперудар первого уровня, из Mortal Kombat X. Немного реально напоминает тем, что, ну, блин, я не знаю, только что его наполовину вырубили, и плюс еще он наносит обычные удары просто в выстрелах противника. Возможно, я рановато таким вот образом поступил, что пошел атаковать сразу таким образом. Но, как вы видите, самого сильного перса, это здесь является Супермен из тюрьмы, мы довольно быстро победили, и, как вы видите, Харли Квинн только что неплохо таксинестер прижала. Кстати, сейчас я замечу какие-то проседания, с чем они связаны, сказать вам на 100% не могу, поэтому пока что будем играть как-то так. Так, у меня остается еще один Бэтмен, ну, и, естественно, сам Рульцариархом, которого сейчас, скорее всего, вырубит, если мы... Нет, скорее не вырубит. Супер удар. Отлично. Просто замечательно. Бэтмен в Рульцариархом мы даже и не сыграли. Жестко. Реально жестко. Так, кстати, со звуком, да, все хорошо, потому что я не помню, я просто звук записываю через отдельное устройство, я уже неоднократно это говорила, поэтому слуг я не слышу. Слышите его только вы. Ну, мне здесь, например, он вообще не нужен. А здесь он вообще не зашел бы. Так, что ж, следующий бой это Найтвик, Дестроук и Флэш. Ну, против моих персов. В принципе, сборка неплохая. Что ж, погнали. Пока я не буду говорить... Делать, точнее, каких-то выводов определенных, потому что сыграл только один бой, а за один бой максимум, что я могу понять, это ничего. Да, поэтому, что ж, ждем следующего боя. И как мне рассказали, Рыцарь Архамы, это что-то по типу Найтвига, и поэтому сейчас, как вы видите, Рыцарь Архамы сражается против Найтвига, и это можно сказать, Найтвиг против Найтвига. Да, вот такие вот у меня ассоциации с этими персами жесткие. Так, отлично, 200% нанес. Жаль, что он не бьет критическим уроном, как это делает Дестроук, например. Это было бы круто, мне кажется, для Рыцаря Архама. Ох, ё-моё. Нанесли нехило так урона, но зато мы сейчас Найтвига прикончим, потому что он больше всего мне мешал. О, Дестроук появился. Привет, Дестроук. Получай. Блин, нет. Все, от Найтвига избавились. От Найтвига... Ух, что это такое? Коснись из-2. Ну, вот это, например. Что это такое? Я это впервые вижу, потому что я играю персами впервые, что это значит. Пока сказать на все 100% не могу. Но, блин, махается он вообще суперски. Офигеть. Бэтмен, ты просто, я не знаю, делал какой-то... Вы видели? Я выбрал его, и появилась какая-то хрень, которую можно было выбрать. Интересно, она еще раз работает, если я сейчас... А, блин, здесь уже навряд ли получится, да. Здесь, к сожалению, Харли Квин добивает флеши, и поэтому мы ничего не увидели. Но мне понравилась эта штука. Возможно, это что-то типа пассивки какой-то. Я не уверен на 100%, но мне почему-то кажется, что это какая-то определенная пассивка. Ладно. Далее. Идем далее. Следующий бой. Следующий бой это флеш, лекс, лютер и зеленая стрела. Флеш прокачан полностью, поэтому не будем его недооценивать, скажем так, да. Поэтому, что ж. Кстати, пока вот идет загрузка, хотел бы сказать, что возможно на этой неделе, на этой неделе у меня уже наконец-таки обещать не буду, но появится более-менее офигительное, офигительное соединение, интернет-соединение. Таким образом, я не знаю, то ли для проверки сначала на старом канале проведу стрим, либо сразу на новом. Пока что сказать точно не могу, скорее всего, на старом канале выйдет стрим. Я обещать не буду сразу и подписываться на него, если кто не подписан, в принципе, не особо стоит, потому что там я по большей части выкладываю только игры, как вам сказать, ну такие мини-игры, да, скажем так. Как инди-игрушки, потому что, ну, мне почему-то иногда хочется поиграть и в них, и поэтому там они чаще всего выходят. Не больше трех серий, но в любом случае. И там, возможно, первый проверочный стрим будет. О, это что, Харли Квинн? Ну, спасибо, я, конечно, не против то, что ты подбежала и помогла мне только что прикончить какого-то персонажа, пока я говорил. Ну, ладно, это круто, это, конечно, круто. Что ж, так вот, так вот, главное то, что появится определенное интернет-соединение, которое будет более-менее крутым, чем на данный момент, и поэтому стримы будут выходить по многим играм, возможно, даже довольно часто. Я не знаю, где именно, где именно, пока что этого я сказать не могу на 100%, но посмотрим, посмотрим. Как только появится у меня, возможно, стримить, я об этом сообщу в любом случае, поэтому вы будете в курсе. И, в общем-то, такие вот дела. Что ж, следующий бой, тем временем, следующий бой, и в следующем бою, я думаю, ничего такого уж суперская не будет, кроме двух флэшей. Так, Харли Квинн, иди, помоги мне. Так, отлично, отлично. Блин, Харли, как ты в прошлый раз выскочила и помогла мне, я так и не понял, если честно. Во-во, смотри, смотрите, она выскочила и просто начала стрелять по перца. Что это такое? Нет, я, конечно, не против того, что она выходит и помогает мне, но навряд ли, если я выберу, например, Харли Квинн, то рыцаряр кому выйдет и начнет шпулять по перцам. Это, наверное, не особо, не особо логично было. О, смотрите, коснитесь, гури. Так, вот это иммунитет. А, блин, надо побыстрее, потому что, если не вы... Харли, успокойся ты уже, хватит выскакивать тут, это, гасить всех перцев. Я просто не успеваю никого добить. Харли Квинн, это вообще жесть, конечно. Просто выходит, давайте-ка я постреляю, потому что что-то Бэтмен долговозится. Это как-то, ну, некультурно, что ли, с моей стороны просто сидеть на скамейке запасных и ничего не делать. Конечно, лучше выскочить и прикончить. Отлично, пятый уровень у меня уже. Возможно, даже это в прошлый раз был пятый уровень, сейчас шестой. И я покажу вам сейчас суперудары второго уровня, потому что мне это, естественно, тоже интересно. Сейчас мы на них посмотрим. Так, уже пятый бой, но перед тем, как начинать... Так, подождите. А, блин, точно, нельзя изменять команду во время поединка по сети. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я уже забыл. Я уже забыл. Да, ничего нельзя сделать. Давно не играл в битвах по сети. Нет, по сути, я, как сказать, давно не играл. Я не играл максимум, наверное, дня два. Потом, в течение недели, предыдущей недели, в течение предыдущей недели, я, наверное, наиграл настолько, сколько, наверное, за всё вот это вот время, за эти вот два года, что я играю в Injustice, я никогда не играл в битвах по сети. Спросите, для чего я это всё делал, это, конечно же, чтобы заполучить флэша. Я вошёл в 3% лучших, по-моему, в 3% лучших. Все говорят, что должны были выдавать два флэша, мне почему-то выпал один флэш. И я не знаю, то ли это баг какой-то, то ли, то ли, то ли всё правильно, и должен был мне выпасть как раз-таки один флэш. Вот с этим ещё надо как-то разобраться, потому что я, честно говоря, не уследил за тем, там, сколько мне должно было флэша выпасть на 3% и так далее. Поэтому, ребят, не особо парился на этот счёт. Знаешь, только если в 1% лучше войти, а у меня это в любом случае не получилось бы, я там еле-еле на 3% держался, потому что там, я не знаю, честно говоря, в игре уже 2 года, но конкуренция в игрушке очень жёсткая, просто жёсткая. Но я не знаю, с чём это связано даже, ё-моё, потому что я думал, уже все давно перешли играть в Mortal Kombat X, либо в другие игры, а про Injustice уже забыли. Но нет, как вы видите, блин, накопить до сих пор там и попасть в 3-4% лучших, это очень сложно сделать. Ну, возможно, для меня, возможно, у того, у кого много времени, это несложно. Но мне было вот в течение этой недели, это сложно сделать, точнее, в предыдущей этой неделе, уже понедельник начался. Так, давайте, 2 сразу, иммунитет и что-то ещё я выбрал. Окей, Harley Quinn, давай сейчас выскакивай, помогай, а то чё-то помогало, сейчас уже подзабило на это всё. Так, ладно, давайте вызовем Harley Quinn, и она с одного удара вынесет Doomsday. Отлично, отлично. Кстати, флэшем я тоже поиграю, а флэшем мета-человеком, но это будет чуть позже, уже в другом ролике. Так, ну, неплохо, я вам скажу сразу, просто замечательно, 42 уровень у меня до сих пор. Так. Ага, всё, отлично, мне показалось, что игрушка зависла. Возможно, вы этого не видели, но у меня она почему-то реально зависла. Так, ну, окей, хорошо, хорошо, давайте дальше пойдём, дальше пойдём. Как можно дальше. Окей, хорошо, ждём сейчас следующего боя, я уже штекер вытянул, если вдруг что, поэтому таких проблем, как в прошлой серии, не должно быть. Точнее, не серия, а в прошлой битве. Так, отлично. Ну что ж, первым получает стрела у нас. Замечательно. Ещё пару ударов. Блин. Всё-таки Рейцариархом он медленный какой-то. Честно говоря, сказать на 100% сразу не могу, но... Мне кажется, что он какой-то медленный, но тут Харли Кулин выскочила и просто спасла меня в каком-то смысле, потому что сейчас навряд ли Синестер что-либо будет делать, а я его просто добью. Пока. Так, отлично. Давайте теперь вызовем Бэтмена, сделаем вот так вот, усиление шанса критического удара, и теперь смотрим на то, насколько явно будет это усиление критического удара, и пока что критического удара мною не было замечено. Пока набивает по 130. Ох, вот это да, блин. Ну, Харли Кулин можно держать тупо ради того, чтобы она просто мочила перцев. Вы представляете, если против вас будет играть какая-нибудь убийца Мороза, то Харли Кулин она просто тащить будет в этом плане, потому что, ну, я не знаю, честно говоря, кто бы еще так мог выскочить и просто прикончить перцев. Так из-за угла, из-за угла, выглянув и так... Окей, давайте-ка я прикончи, например, этого персонажа, почему бы и нет. А ты сражайся дальше там полгода. Хорошо, отлично, это круто, конечно же. Тем временем, седьмое, седьмое, седьмой уровень, седьмой уровень. Не хотел сказать, седьмая позиция, причем здесь позиция, но седьмой уровень есть. 12 700 очков набрано. Окейушки. И у нас остается последний бой, седьмой бой. Это тюрьма Супермен, семнадцатый уровень. Синестра, зеленый фонарь, шестой уровень. И Флэш, одиннадцатый уровень, первая элита. Поэтому, что ж, просто кликаем в бой и смотрим, что у нас получится сделать сейчас. Я думаю, что получится сделать многое. Что ж, окей, ждем. Ждем последнюю загрузку. Сейчас я буду играть Харли Куин. И потом мы еще сыграем три боя. Три, возможно, боя. Возможно, один бой, пока не знаю. Пока я склоняюсь к трем боям, чтобы посмотреть на суперудары второго уровня. Так, отлично. Пока что вроде все идет неплохо. Сейчас бы Харли Куин выскочила, это вообще было бы круто. Потому что, знаете, сейчас вот Супермен, он будет восстанавливать жизни. Он будет восстанавливать жизни. Если сейчас выскочит Харли Куин, а она за разу не выскакивает. То, возможно, мы бы сейчас слили Супермена. Ну, ладно. О, Синестра. Блин. Половину жизни вынес. Так, давай Харли Куин. Ну, Харли Куин, Харли Куин не придет. Это естественно. Поэтому мы будем сражаться в каком-то смысле одни. Мне кажется, эту Харли Куин специально сделали такой сильной. Потому что сейчас она вот ощущается как самый сильный персонаж у этой троицы. Ее сделали сильной и с хорошей пассивкой. Чтобы вы, например, Харли Куин не трогали, играли двумя персами. Она там мимолетно выскакивала когда-нибудь. Но при этом не использовали вы ее силу. Это, конечно, жестко. Но, да, при этом я 120% набил. Но в любом случае победа. Это жестко, но зато справедливо. Зато справедливо. Так, что ж. Мы сыграли только что жесткую битву. Прокачали до восьмого уровня всех персонажей. Получили бонус в районе 5540 монет. Что не так уж и плохо. Точнее, не монет, а очков силы. И сейчас, сейчас, что я буду делать, это, наверное... Это, наверное, сейчас мы прокачаем суперудары второго уровня по максимуму. По максимуму. Я думаю, что... Хотя нет, по максимуму навряд ли получится. Давайте хотя бы немножко. Ну, вот так, по три. По три палки. Каждому прокачаем. Сейчас сыгра, я не знаю из-за чего, но она, по-моему, проседает FPS у нее немного. С чем это связано, не знаю. Разбираться буду чуть позже. Сейчас все равно это бессмысленно. Так, еще три удара. Вот, все, отлично. Отлично. Ну, и теперь найти, найти противников и стандартная битва в три поединка. Давайте попробуем поиграть здесь. Попробуем сейчас суперудары второго уровня. Я думаю, что будет довольно интересно посмотреть на них. И перед тем, как... Перед тем, как начинать, я хочу нажать на Харли Куин и посмотреть. Когда противник вступает в бой, Харли имеет шанс провести внезапную атаку. Вот-вот, если она вступает в бой. Если в команде Харли нокаутирован Джокер, она приобретает полную силу. Я понял начало, но концовку не понял. Если в команде Харли нокаутирован Джокер, она приобретает полную силу. А так что, она сражается не в полную силу или что? Я не понимаю. Либо с этой Харли нужно Джокера ставить. Ну, хотя то, что Джокера нужно ставить, это естественно. Это естественное. И вот здесь вот. При первом столкновении с оппонентом Брюс активирует два усиления. Повыбрал. Ну, это ясно. Что ж. Вот он, следующий бой. Сейчас протестим суперудары второго уровня у всех персов. В каждом бою будет протестен один персонаж. Первым будет кто у нас? Ну, давайте начнем с Рыцаря Архама. Потому что Рыцарь Архама, это же все-таки Рыцарь Архама. Поэтому что ж, погнали. Первым будет у нас Рыцарь Архама. Поэтому я сейчас... Да блин, ничего не могу сделать. О, отлично. Замечательно. Так, сейчас мы накапливаем суперудар второго уровня. И после этого наносим этот суперудар. Я надеюсь, что у нас получится накопить его. И мы сумеем им воспользоваться. Так, отлично. А вот у нас и Найтвик, на ком мы можем испробовать этот крутой суперудар. Смотрите, 166%, но честно говоря, не впечатлило. Не знаю почему, но не впечатлило особо. Вроде круто, вроде анимация проработанная, но впечатлений ноль. Спасибо, Харли. Я, конечно, мог и сам справиться, но ладно. Окей. Так. Так, ах, нет, сейчас прикончит. Нет, еще живой. Так, нокаут. Активируем два усиления. А, не-не-не-не-не-не. Блин. Блин. Ну ладно, давайте используем суперудар второго уровня. Так и быть. Ух ты, ё-моё. Так. Так, 200% победа. Ну, блин, я не знаю, честно, но мне больше понравился удар рыцаря Архема Бэтмена. Бэтмена рыцаря Архема, чем обычного рыцаря Архема, потому что у Бэтмена он как-то, что ли, помощнее. Помощнее. Хотя, может, там просто блок ставили. Не знаю, на 100%, не уверен. Так, ну, мы двух персов уже протестили. Сейчас тогда рыцарь Архема Харли Куин и Бэтмена рыцаря Архема посмотрим именно на них. Потому что они тоже, в принципе, неплохие персы в этом плане. И как вы видели, если сравнивать их суперудары, то у Бэтмена рыцаря Архема он довольно неплохой. Осталось посмотреть только на Харли Куин. Так, давайте вот так вот сделаем. О, отлично! То, что надо, выбрал. Сразу можем использовать суперудар второго уровня. Так. Нокаутирован. Так как я много говорю, много болтаю, я еще болен при этом. Поэтому перхаю не у меня там. Так, сейчас еще раз, последний раз, попытаемся использовать то ли суперудар, то ли уж переключимся на Харли Куин. И у меня иммунитет еще. Ох, круто. Так, окей, хорошо. Сейчас ждем, пока Харли набьет суперудар. Блин, Супермен жесткий, естественно. Будет сложновато это сделать. Отлично! Давайте Джокера выберем. Ах, ну ясно, что у него за суперудар второго уровня. Старенький, добрый суперудар. Так, что ж, выбираем Бэтмена. Ну, здесь у меня иммунитет, но с Нетвигом я думаю, что так справлюсь. А вот на Супермене используем. Блин, смотрите, немножко поменялась анимация, но урона я нанес нехило. Блин, кшляк, кшляк. Так, что ж, новый уровень. Новый уровень у всех персов. Это круто. И уже 20 тысяч очков силы набрал. Как бы это несложно делается, особенно когда играете персонажами седьмой элиты 50 уровня. Там все гораздо легче. Ну и теперь здесь я думаю, что воспользуемся всеми тремя персонажами. Посмотрим на их силу. Последний раз, ну и уже сделаем какие-то выводы, несомненно. Так, отлично, загрузилось. Ну и что ж, смотрим. Смотрим. Давайте первым делом накапливаем Суперудар второго уровня у Рыцаря Архама. Потом накапливаем Суперудар у Бэтмена и Харли Куин. И после этого все вместе их используем. Потому что здесь... А, нет, здесь есть Найтвик. Ну ладно. Ну, надеюсь, что он выскочит самым последним. И не помешает мне воспользоваться этими Суперударами. Здесь я уже накопил. Отличный иммунитет к истощению. Так, отлично. Ну, давайте сделаем так, как будто бы я уже накопил у Харли Куин Суперудар второго уровня. Поэтому проблем нет. С Найтвиком мы разобрались. Теперь выпускаем Харли Куин. Еще раз смотрим на Суперудары Харли Куин. Зря я выбрал тогда Джокера. Ах, блин, сейчас Свистов выбрал. Мне надо Динамит. Если я выбираю Динамит, тогда она наносит нехилый урон. Сейчас мы вызвали... Ох, 200%. Вы посмотрите, тут еще какой-то вертолетик прилетел. Притом 100%. Это что-то по типу, наверное, театического урона. Но здесь я могу сказать сразу. Здесь самые лучшие Суперудары у Рыцаря Архама, у Бэтмена Рыцаря Архама. Потому что у Харли Куин это... Если повезет, выберите Динамит, тогда повезет. У кого хорошая реакция, те просто будут тащить Харли Куин. У кого реакция похуже, как у меня, например, те просто ими тыкнут на Динамит. Отлично выбрал. Но смотрите-ка, 2000 урона все равно не так много. Все равно не так много, как, например, наносит обычный Бэтмен. Но в любом случае мы побеждаем. Мы побеждаем и проходим полностью, полностью. Завершите стандартные из трех матчей. На сегодня задания кончились. Приходите завтра. Такие вот дела. Но в любом случае мы прошли немало. Прошли, получается, сыграли 10 поединков. Все их выиграли. Набрали 25-26 тысяч очков. Даже и получили защитный амулет. Команда, я скажу сразу, неплохая. Ее нужно прокачивать. Стоит прокачивать. Стоит на нее копить. По сути, как вы видите, одни победы. Поэтому, что ж, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.